Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Вчера был в открытии, сейчас делюсь новостями. Открыл брокерский счет, еще один, уже на глобальном фондовом рынке по тарифу ваш финансовый аналитик. Даже если я его не буду пополнять, то мне будут приходить смс-ки с инвестиционными идеями на американском фондовом рынке. От открытия брокер. И я буду оперативно вас с ними знакомить, с наиболее интересными из этих рекомендаций на американском фондовом рынке. То есть я вас уже знакомлю на российском рынке, какие рекомендации приходят. Буду знакомить вас с иностранным, с американским рынком. 27 февраля состоится конференция инвестиционной стратегии 2019. Спикеры Алексей Павлов, главный специалист отдела анализа рынков, открытия брокер. Кирилл Лопаскин, начальник отдела продвижения инвестиционных продуктов, открытия брокер. Да, Кирилла я уже знаю. Алексей Кормилов, ведущий специалист отдела анализа рынков, открытия брокер. И независимый эксперт по структурным продуктам Антон Плесунов. Вот, я с ними уже, так сказать, ну, видел их уже, в общем, хорошие специалисты. Вот, вы, если имеете брокерский счет в брокерском доме открытия, тоже вполне можете туда записаться. Пока еще запись идет. Перспективы финансового рынка США, вы видите, основные трудности, с которыми сталкивается экономика США. А она с ними сталкивается. Ну, вот, повышение процентной ставки и вероятность рецессии в 2020 году. Не в этом. Сейчас 2019, уже на год вперед думаем. Российский рынок, санкции, нефть и рубль. Ну, это все взаимосвязано. В 19 часов, 27 февраля 2019 года, открытое кафе, это на втором этаже открытия брокера, там, актовый зал. Вчера я снимал деньги, вот, вы видите, мне просто приятно их поддержать, евро, 2500, без проблем, снял, ничего не изменилось в смысле покупки денег на валютном рынке и снятии их. То есть, я вчера их купил, вчера же вывел и вчера же их снял уже, никаких дополнительных там каких-то комиссий, ничего не произошло. Просто показал паспорт в банке открытия, да, вывелись они в течение там что-то получаса. СМС-ка пришла о том, что можно снять, но вот приехал, он дал паспорт в банке открытия, заполнил бумажку, расписался и в кассе будничным тоном кассир спросил, а вам сотнями или пятисотками. Ну, пятисотки скоро выйдут из обращения, если кто не знал, собираются, по крайней мере, их мало где принимают, поэтому я сказал сотками. Вот, все, мне просто их приятно вот держать, деньги. Для чего предназначены евро? Евро предназначены, они будут отправлены в Австрию, накопительную программу, отправлять их буду через банк Тинькофф. Через банк Тинькофф. То есть, я их запихну в банкомат Тинькофф, наличка, они тут же проглатываются моментально и без проблем туда зачисляются. Почему Тинькофф? Потому что у Тинькоффа самые низкие комиссии. Вот, просто оформляю и все, уже есть опыт через Тинькофф. Проще всего отправлять деньги за границу в накопительную программу. Вот, потому что там требуется документ, который подтверждает, кому платите, то есть за отель или еще за что-то. Вот, да, комиссия за перевод 15 евро у Тинькоффа. Найдите дешевле, что называется. Ну вот, я хотел познакомить вас с этими тремя новостями. Что первая новость. С валютой ничего не изменилось, все по-прежнему. Совершенно спокойно. Во вторая новость. Будут инвестиционные идеи по американскому рынку. Третья новость. По конференции 27 февраля. В открытии брокер. Я там буду. И можно встретиться, если хотите. До встречи. С вами был Деменков Юрий. Да, лайк. Традиционный. До встречи.